Сегодня наша беседа будет посвящена послуродовому кровотечению. Послуродовое кровотечение на сегодня является ведущей причиной в причине материнской заболеваемости и смертности. И женщины, которые остаются в живых, страдают большими нейроэнтокринными заболеваниями. Ежегодно приблизительно 40 миллионов случаев кровотечения связаны с беременностью. Из этих женщин по крайней мере 150 тысяч умирают от кровотечения по всему миру. Те, которые выживают, страдают тяжелыми аниме и другими серьезными проблемами. Какие погрешности приведения женщин с акушистскими кровотечениями? Основной причиной смерти послуродов является недооценка объема кровопотери, неадекватное возвышение объема, запоздалое оперативное вмешательство. Часто эти причины связаны с недостатком поддерживающих услуг. Это услуги по перерыванию, кроме анистологической службы, хирургических услуг и другие. А также недостатком в системе направления. Влагание кровотечения, достигающих 500 миллилитров после вылагающего разрешения и 100 тысяч после вылагающего сердечения, это определяет, является послеродовым кровотечением считаются. Если это происходит в течение 23-23 часов после рода, это р upgraded post- Splatkoew Legetodes' и или трудно точно измерить потерю крови. Почти половина женщин, которые рождают вагинально, часто теряют как минимум 500 мл крови. А для женщин с тяжелой анемией, потеря крови даже в объеме 200-200 мл может оказаться раковым. Ведь третья женщина, у которой производят профилактические кровотечения, не имеет факторов риска. Поэтому все женщины должны рассматриваться как риском на профилактические кровотечения и профилактические кровотечения должны быть частью каждого рода. Механизм постройки гемостаза проходит двумя путями. Мио-тампонаты за счет сокращения ускорудования матки, а также тромба-тампонаты за счет ускоренного образования тромба, взъяющих сосудов плацентарного участка. Какие ведущие причины постройки кровотечения? Это атония матки в 90% случаев до 90%, травма родов в пути – это вторая ведущая причина, задержка плаценты и частые плаценты – третья ведущая причина – разрыв и выбор от матки, а также нарушение сверстности крови, развитие ДМС-синдрома. Атония матки является потерей тонуса маточных мышц. Сокращение матки после рождения плаценты сдавливает сосуды плацентарной площадки матки и остановит кровотечение. Когда тонус матки ослаблен, у женщин происходит постройку раковотечения, так как кровяные сосуды, открытые плацентарной площадки не сдавлены. Факторы, способствующие потери тонуса матки в послеродовом периоде – это задержка плаценты или его частей, перерастяжение матки в связи с многорождением, многоплодием, многоводием и крупным плодом, затянувшиеся роды, родовозбуждение или родостимуляция, истребительные роды, в виде которых меньше трех часов. Каким образом медицинские работы могут предотвратить смертеженщину от плацентарного кровотечения? Это прокладка кровотечения путем обеспечения, своевременная остановка кровотечения путем ликвидации источника, полноценного восстановления потерянных кровок путем инфузии кристаллоидов и 152 мг гемоксама, оказание качественной помощи, активное введение третьего периода родов, своевременная диагнозка и лечение введения возникших послеродового кровотечения. Профилактическая стратегия в течение третьего периода родов, это обеспечить активное введение третьего периода родов, не надо использовать надавливание на доматки для введения плаценты, не производить контролируемую тракцию в запуповере без введения утеротоников, не производить контролируемую тракцию в запуповере без контролируемой матки. Профилактика по сроду кровотечения третьего периода родов. Это активный введение третьего периода родов снижает по сродовый риск по сроду кровотечения на 60%. У терротологии доказывали эффективность. Доказывали, что окситоцин 10 единиц в течение одной минуты после рождения ребенка. И если нет возможности применить окситоцин, эргаметрилин 0,2 мг в течение одной минуты после рождения ребенка. или мезопрестоль 600 микрограмм террорана или подъезда под зарождение ребенка. Принципы раннего убедения – раннее распознавание, первичные оценки лечения, определение этиологии и непосредственная терапия, своевременное полноценное возмещение кровопотери. Раннее распознавание – это рутинный мониторинг за женщиной после родов. Это что? Это контроль тонуса матки. Матка должна быть плотной и окружной. Каждые 15 минут в течение первого часа после родов. А к концу второго, третьего, четвертого часа, потом через каждые 4 часа в течение первого суток. Оценка кровопотери – это клинические методы и количественные методы. Поиск причин и адекватное лечение – это причины первичных по всему роду. Это лечение по принципу 4Т. Первый – это ткань, задерживающаяся пластинка, тонус от нее матки, травма, разрых матки или ранних путей, трамбин, ранее чувствовавший или приобретенные нарушения коагуляции. Если плацента не родилась, необходимо ввести 10 единиц окситоцинов в антимишнах, если это не было сделано. Надо проверить массаж матки. Надо проводить массаж матки. Если матка сократилась, нужно попытаться выполнить контролируемый трактор за маткой. Если не удалось извлечь плаценту, проводить вагинальный осмотр. Если плацент охотится в шейке матки, осторожно ее нужно удалить руками. Если плацента нет во влагалище или в шейке матки, нужно проводить ручное отделение и выделение последований. А если это невозможно сделать, при истинном превращении, например, надо прибегать к хирургическому лечению. Если плацент родилась, но имеет дефект ткани, обязательно нужно после рождения плаценты посмотреть визуально. И если вы посмотрели, установили, что у нее есть дефект, тогда нужно удалить остатки плаценты рукой или большой курептой, послеродовой курептой. Если после удаления остатков плаценты к хирургическому лечению продолжается, нужно осуществить состояние когуляции, используя когуляционный экспресс-тест. Это значит, что через 7 минут, если не образуется трон или он мягкий, и легко разрушается, то можно предположить, что у женщины имеется коглопатия. А если невозможно удалить остатки плацент, необходимо провести хирургическое удаление макии. Плацент выделяется, и она целая. Тогда надо проверить тонус матки и проверить наличие травмы родовых путей. В кровотечении в связи с оттонией матки, оттонией матки, надо проводить массаж матки до появления хорошего соотношения. Необходимо ввести окситоцин. Начальная доза 10 единиц внутривенно или внутривенно. Или 20 единиц инфузия 500-1000 мл физиологического раствора по 60 капель в минуту. Повторная доза внутривенно или внутривенно 10 единиц через каждые 20 минут до сокращения матки. Если обедная кровотечения продолжается, тогда делать нужно внутривенно инфузии 10-20 единиц за 500 мл без раствора по 30 капель в минуту. Печения оттонией матки, которые не поддаются окситоцинам. Тогда нужно прибегать к применению алкалоидов спарения. Это эргеметрия, 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 эргеметрия. А также и простагландины, карбопрост, эзопрост и мезопрестоп. Простагландин в течение лечения фосфорологового лечения, это карбопрост для лечения оттонией и подушечения окситоцинами и эргеметриями. Большинство женщин достаточно одной дозы эффективной 80-90-60%. Введение карбопрост – это начальная доза 0,25 мг внутримышечной инъекции или инъекции в шейку матки, то есть в миометрии. Повторная доза по 0,25 мг каждые 15 минут, если кровоечения продолжается, но не более 2 мг. Если кровоечения повторяются, рефрактивные кровоечения, если первоначальное лечение не остановило кровоечения, необходимо вызвать на помощь старших. сообщить на станцию переливания крови и в отделении инъекционной терапии. Одна в шерф ведет наблюдение и записи. Другой сотрудник отвечает за доставку и подготовку крови. А еще один отвечает за переливание крови. Срочно нужно ввести внутривенность гемостатистических препаратов гемоксам. Рефрактивные кровоечения продолжаются. Надо продолжить внутреннюю инфузию кристаллоидов и коллоидов. И надо подготовить операционную, лучше раньше, чем позже. До подготовки операционной надо производить временное основное кровоечения путем сдавления брусной аорты или бимануальная компрессия матки. Вот бимануальная компрессия матки, когда одна рука кулаком вводится в передний свод, второй рукой подается маткой и между двумя руками делается массаж, пока не осталось в том печени. Это сдавление аорты. Видите, одну руку сдавливает аорту на уровне пупка чуть-чуть слева, а другую руку проверяет пульсацию бедренной артели. Если пульсация есть, то сдавление брусной аорты не полноценное. Пульсация бедренной артели не должна ощущаться. В случаях, когда консервативный гемостаз и временный метод остановки кровотечения не оказывают должного эффекта, а показаний проведения хирургической гемостазы нет, еще нет, должно быть проведена баллонная тампонада. В принципе, баллонная тампонада – это оказание прямого давления на кровоотращающие сосуды плацентарной площадки с тенкой, расположенной в матке баллона. Анисологической помощи при баллоне при этом не требуется. После этого применяют несколько видов баллона. Баллоны в бакве, которые представляют собой закрытый контур. Это используют в зарубежной акции практике. А в России применяется катетер Жуковского. При отсутствии сертифицирования масштабалонов в учреждении допустимого можно использовать презерватив, длительность использования до 48 часов. Опорожняет, значит, заполняется, значит, 350-600 политофир, расторгивается и опорожняет через 24-48 часов медленно в течение 15 минут. Вот это баллон бакве. Это баллон Жуковского. Кровищение вследствие травмы – это разрыв матки. То есть надо срочно идти на лафротомию. Если разрыв стенки влагалища, обнимательный осмотр и полное ушивание. Остановка кровотечения. Если консервативное кровотечение не позволяет остановить кровотечение, я пойдем провести хирургический гемостаз. Бакве, если кровотечение, одной из основных причин неблагоприятных исходов является слишком позднее проведение хирургического гемостаза. Эффективные вмешательства, которые следует предпринимать для самого кровотечения – это компрессионная швиноватка, это перевязка крупных магистральных сосудов. Артерия утилина, компрессионная швиноватка и перевязка крупных магистральных сосудов. Это артерия утилина, артерия оварика и перевязка внутренних подробностей артерии. А также можно наладить компрессионную швиноватку, например, швиноватка по увеличению. И билатеральная двусторонняя перевязка маршерной артерии на уровне внутренних подробностей артерии. Если вы это можете сделать, сделайте. Если нет, пригласите того специалиста, который может наладить. А если эффекта нет, надо идти на удаление матки. Вот компрессионная швиноватка по увеличению, которую производят во время операции кислого течения. Вот швиноватка по Хайману и окончительный швиноватка по методу ЧО. А это юнослимский компрессионный швиноватка по Пирейля. А это на рисунке указано, как нужно сделать компрессионный швиноватка и перевязка маточных артерий. Показания к переливанию эртистарной массы. Только снижение способности крови транспортера кислорода в случае клиники и гипоксии. Трансфузионный порог должен определяться индивидуально для каждой пациентки. Необходимо учитывать уровень гематокрита и гемоглобина. Однако важно также учитывать клинические признаки анемии и гипоксии. Если кровопотеря составляет литр и продолжается, необходимо подготовить эртистарную массу для трансфузии. Сверхзамороженная плазма. Единственным однозначным показанием является замещение коагуляционных факторов при нарушении всего 30-го крови. Нужно использовать, если протрансфузионное время и АЧТВ, они превышают в 1,5 раза контроль уровень во время продолжающегося кровотечения. Переливание крови жидкости. Первым средством для восполнения крови является кристаллоиды. Каллоиды не имеют примечения по сравнению с кристаллоидом, но имеют много побольше эффектов. В большинстве случаев после рудования крови жизненно необходим является переливание препаратов крови. В то же время неправильный или слишком частичный использование может привести к осложнению. Показания для переливания эртистарной массы и сверхзамороженной плазмы должны быть очень строгими. Последующие наблюдения за женщиной, как только кровь в течение осталось и состояние женщины стало стабильным, надо внимательно вести к монитору за состоянием этих женщин в течение последних 24-48 часов. Проверить, что матка сократилась, осенит кровопотерей, определит адекватность замещения, осенит жизненные признаки, обеспечит адекватное выливание жидкости, вести мониторинг за выделением мочи, перед выпиской проверить гемоглобин, назначить припаде железной и фолиевой кислоты в отдаленном послеоперационном периоде в условиях амбунатория, обследовать имеющиеся состояние и провести соответствующие лечения и в послеоперационном периоде в условиях амбунатория. Таким образом, послеоперационное лечение является неотложным обширственным состоянием, чувствительным во времени и требует немедленного вмешательства, используя соответствующие медицинские и химические лечения. Активное введение третьего периода родов в дополнение инфузионной терапии с обязательным включением препарата гемоксан является включенным вмешательством стратегии снижения материнской смертности и заболеваемости. Спасибо за внимание. Продолжение следует...